Меня зовут Носов Анатолий. Большое спасибо, что пригласили на мероприятие. Хотел поделиться с вами рассказом о своей любимой книге. Вообще, любимых книг у меня несколько, скажем так, на каждом случае жизни от них. Но почему-то именно в это время мне захотелось поделиться именно этой книжкой. Эрих Мария Ремарк «На западной фронте без переменов». Почему именно сейчас? Как вы понимаете, что время сейчас у нас неспокойное в плане международной обстановки, скажем так, милитаристские воззрения приветствуются, и что, может быть, даже печально, они как-то даже стали культом, потому что многие просто жаждут крови, в кавычках, конечно, и призывают к новой войне. Всем этим людям я хотел бы советовать почитать эту книгу. В этой книге автор ведет повествование от лица немецкого солдата Пауэлла Воймера, который сразу со школьной скани, группой своих одноклассников, добровольно идет на фронт Первой мировой войны, воевает за Германию. Зачем эта книга отличается от многих других, которые, в принципе, тоже описывают войны, страдания? Тем, что в ней практически нет каких-то ура-патриотических воззрений. Безусловно, герой книги любит Германию и готовы отдать за мне жизнь. Но автор пытается преподнести это читателю, как все-таки то явление, что война – это такое явление, которое не должно никогда повторяться, потому что все-таки 99% войны – это боли, это страдания, это гибель невинных людей, которые вообще к этой войне никак не причастны. И, скажем так, тот язык, тот стиль повествования, он, думаю, никого не ставит равнодушным к этому. И надеюсь, что, прочтя эту книгу, люди как-то начнут более уважительно относиться к такому, к такому хрупкому миру, который царит на наших планетах.